Вышедший анонс нашего расследования вызвал большой ажиотаж. Зрители наперебой сообщали о проблемах своих городов и приглашали в гости инспекторов Эко-Рейда. Но мало кто знает, какую бомбу замедленного действия приготовили предприниматели из компании Эмеральд. Их производственная база спряталась подальше от лишних глаз. Здесь поблизости нет крупных городов, не проходит федеральных трасс и даже не ловит сотовая связь. Территория предприятия находится в лесной глуши, и только вереницам чащихся на бешеной скорости грузовиков указывает на то, что где-то поблизости спряталась производственная площадка. Но чего так боятся предприниматели, работающие под лозунгом «Заботимся об экологии будущего»? В чем заключается эта работа? И нужны ли нам такие заботливые предприниматели, чья деятельность уже сейчас может нанести непоправимый вред экологии Татарстана? Участники Экорейда проделали длинный путь, пока добрались до секретной базы Эмеральда. Руководство компании всячески пыталось избежать визита экологов на свои площадки. А наше появление так и вовсе повергло Эмеральд буквально в шок. Растерянный охранник не понимал, как объяснить многочисленные нарушения, и в недоумении разводил руками. А технологи предприятия пытались всеми силами скрыть следы своих преступлений, не давая вести съемку и общаться с рабочими на площадке. Вот нас просят немедленно покинуть территорию. На личности катаете, высматриваете, вынюхиваете. Квадрики такие. Кто-то, чего-то непонятно. Здесь запрещают проводить аэросъемку. Квадрокоптер не стоит запускать. Мы не запускали после того, как вы нам сказали, мы больше квадрокоптер не запускали. Так чего же боятся сотрудники предприятия по переработке отходов? И почему после отбора лабораторных проб экипаж Эмеральда устроил погоню за инспекторами посреди лесной глуши? Огромные навалы неизвестных грунтов высятся рядом с площадкой по обезвреживанию нефтешламов. И по словам технолога, это безопасные грунты, которые якобы прошли весь цикл переработки и не представляют для окружающей среды никакой опасности. Пахнет, ну здесь вообще пахнет неприятно, но вот прям именно отсюда запах какого-то гнилья, каких-то нефтепродуктов, еще что-то. И если это попадает действительно на улицы Татарстана, то нам предстоит узнать, насколько это все безопасно. Сайт организации пестрит многочисленными лицензиями и экспертизами технологий. Вот только часть из них уже просрочена, а к другим доступ вовсе закрыт. Но после увиденного на площадке мы вообще не уверены, что про технологии здесь даже отдаленно что-то слышали. Пообщавшись с одним из разных рабочих, мы узнали, что предприятие занимается переработкой и утилизацией бурового материала нефтешламов. А что это такое? Это отходы повышенного класса опасности, которые не только требуют специальных разрешений технологий, но и грамотного обращения с окружающей средой, чего мы здесь совершенно не заметили. Опасения экологов подтвердили и результаты лабораторных исследований. Содержание нефтепродуктов в пробах в несколько раз превышают допустимые нормативы. Кроме того, в составе грунтов обнаружен свинец, цинк, мышьяк и другие химические элементы. Чем же они опасны? Воздействие свинца вызывает анемию, гипертензию, почечную недостаточность, иммунный токсикоз и поражение репродуктивных органов. Отравление цинка может иметь такие серьезные осложнения, как заболевания верхних и нижних дыхательных путей, токсическая пневмония, отек легких и даже образование злокачественных новообразований. Что касается мышьяка, то помимо рака кожи, его длительное воздействие может вызвать раковые заболевания мочевого пузыря и легких. И все это богатство сгружено за забор, без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Отходы лежат на голой земле, без каких-либо укрытий и иных способов защиты. Почва, вода и воздух здесь пронизаны запахом нефти и масла, а сам грунт оставляет на руках характерный жирный отпечаток. А теперь давайте представим, где в будущем могут оказаться эти грунты. В любимом городском парке? В сквере возле дома? Или на клумбе возле детской площадки? И кто будет отвечать за десятки или сотни покалеченных жизней? Кто вернет здоровье людей, которое может быть подорвано из-за безответственности сотрудников компании «Эмиральд»? Участники проекта «Экорейд» уже подключают органы государственного и регионального надзора с целью привлечь недобросовестных предпринимателей к ответственности и наказать всех, кто причастен к чудовищному надругательству над природой. Продолжение следует...